У нас был лицей физико-математический. Там ничего серьезного не было. Гот головой батарею били. Плохо все вели на уроках. Химия потом пошла у нас. Это вообще не мое. Я там смотрел, я вообще не понял ничего. Надо себя заставлять идти и учиться. В этом году чемпионат КХЛ стартовал 1 сентября, в День знаний. Мы решили воспользоваться поводом и узнать, а помнят ли хоккеисты Локомотива свои школьные годы и свое первое 1 сентября. Цветы, наверное, в костюм, рубашках. Повновался? Да, не сказал бы. Так. У нас спецкласс был, и поэтому все друг друга знали, поэтому не особо волноваться. В 2006, наверное, 2006-2007 было мое первое сентября. Это было в Питере, в школу номер 18, в Васильостровском районе. Собирали меня родители на этот праздник, мама с папой. Помню, был красивый букет цветов для учителя. Первый класс в костюме. Ну, а так, потом тренировка. Это был 2005 год, что ли, я так смутно помню. Тогда еще и меня определили родители там. У нас был лицей физико-математический. Я туда попал, там, конечно, было очень трудно учиться, но получалось совмещать хоккей и учебу. Но, как бы, в итоге потом пришлось переехать, да, и учеба, как бы, ушла на второй план. Вот, стал больше уделять хоккей внимания. В Чехии там нету такой, можно, как здесь в России, но, можно, чуть-чуть по-другому, что там нет, не хочу сказать, что нет важный, или просто это как обычный день. Еще жил там в Новокузнецке. Как, наверное, всех детей собирают, тетрадки, ручки, портфель. Радостный, конечно, первый день, такое событие. И парад, линейка, и поэтому все здорово прошло. Радовался, что я в школу уже, могу начинать, что там учиться буду и так. С мамой там пошел, и, можно, один час там был, только посмотрели, и домой пошел, что там ничего серьезного не было. Тяжело учиться в таком вот классе, когда нет девочек? Ну, тяжело, конечно, с одной стороны. С другой стороны, как-то, наоборот, легче, потому что и тренировки, и как-то, когда все вместе, это более удобно списать можно было. Ну, без девочек же скучно. Ну, скучно, конечно, но в параллельных классах же учились, поэтому, ну, что, справлялись. Удавались, конечно, физкультурой лучше всего. Ну, а так, я говорю, до пятого класса у меня, в принципе, троек вообще не было. Я старался учиться, родители также помогали. Любимая мне физкультура была, трудно всего, труднее всего мне давалась биология, общество знаний, вот это было не для меня вообще. Химия потом пошла у нас, это вообще не мое. Да все давалось так, ну, наверное, больше всех, как и всем нравилась физкультура. И все. Математика. Ческий язык там много читали, и учились, как раньше было, что там интересно было, как сказать, математика, математика тоже. Мне физкультура нравилась. Не нравилось, да нет, все, в принципе, хорошие предметы были, но так математикой давалось, слабенько, конечно. 8 умножить на 9, знаешь, сколько? Больше всего, наверное, алгебру, математика, вот это вот мне больше всего нравилось. Вот, ну, из таких, если брать предметов. Но не давался русский диктант, и я очень плохо писал. 8 умножить на 9. Не буду отвечать. 8 умножить на 9 сколько? 82. Драки часто бывали, конечно, в детстве, там, не уступал никому, вот, а так, конечно, любимый учитель у меня был по, у нас классным руководителем, Татьяну Владимировну назвали, вот, ну, у меня любимый учитель был, она мне постоянно помогала, даже когда я там на выездах был где-то, пропускал много, вот, она со мной работала, отдельно занимались мы, ну, и в итоге весь курс я полностью проходил, вот. Ну, были моменты, конечно, когда и баловались, то, что там, где-то головой батарею били. Плохо все вели на уроках, поэтому почти каждый день срывались уроки. В школе хоккеистов больше любят девочки, чем обычных мальчиков? Ну, так, больше. А русский язык проходили? Нет, вообще, вообще нет. Но раньше было, там у папы, у мамы, там было раньше, что их должен учиться было. Или у нас уже такое не было, что я никогда не учился русский язык, но просто потом, как пошел, первый раз в России, но помню, как я в Самотве сидел и там читал, мама мне дала, ну, как бы сказать, такую букву, где человек может учить ческо-русский, язык, и я там смотрел, я вообще не понял ничего. Что пожелал бы сейчас первоклашкам, которые только пойдут в школу, ну и всем остальным ребятам, которые пойдут в другие классы? Учиться, знания, они нужны в любом случае, несмотря на спортсмен ты или не спортсмен, каким-то видом деятельности не занимался. Учиться надо, это, по сути, большая такая дорога в жизнь потом может быть, если много получать знаний. Поэтому надо стараться, как бы не было неохотой или утром вставать на уроки, надо себя заставлять идти и учиться. Пожелать, прежде всего, хорошей учебы, чтобы слушались родители, всегда делали домашние задания, вот, ну и успехов. Успехов в первом классе, 11 лет будут, конечно, нелегкие для вас.